Хорошо. Ну, несколько слов себе, потому что я живу в Киеве, собственно, сейчас я приехал на месяц всего сюда, приехал в этот штат Вашингтон, и, конечно, у меня были цели или мысли совершенно другие, потому что, ну, у меня конференция там по тюремному служению на Украине, вот, поэтому я взял с собой книжечки там такие, вот, точка нет запятая, вот эта история фальшивого монетчика, спасенного Иисусом Христовым. Да, вот такая книжка, я взял, приехал, не ожидал, что тут будет с этим вирусом вот такая ситуация, вот, и, ну, так Бог делает иногда, не то, чтобы так планировал, ну, в принципе, он сам распоряжается, наши мысли не его мысли, и наши пути не его пути, и Бог устраивает вот так. Поэтому я благодарен Богу, что я сегодня здесь, вот, почему я занимаюсь тюремным служением по Украине, я координирую это служение, потому что, потому что Бог меня там нашел, просто-напросто, вот такая, может быть, объяснение всему этому. И уже, я считаю, 25 лет я занимаюсь этим служением, а 31 год назад Господь меня нашел, нашел в этих отчаянных местах, вот. Конечно, наверное, как каждый человек, живущий на земле, я хотел быть счастливым, да и все хотят быть счастливыми, независимо от того, верит человек в Бога или не верит, все хотят быть счастливыми. И я думаю, тоже, желание быть счастливым, оно заложено Богом в сердце каждого человека. Я в этом сомнении не имею, что Бог заложил в сердце каждого человека желание быть счастливым. Ну, у меня судьба немножко как-то так, как бы есть по выражению, да, не очень-то и баловала. Дело в том, что, когда я появился в этот мир, вот, появился в этот мир, то, насколько я понимаю, я не был желанным просто-напросто. Знаете, есть женщины, которые вымаливают своих детей от любимых, там, знаете, они ждут их, они там мечтают, там, все. Ну, а женщина, которая меня родила, она просто меня выбросила на мусорную кучу, знаете, просто на мусор вышвырнула и все. Вот, и, по идее, я к утру должен был быть каким-то кусочком сырого мяса, да. А Богу было угодно, что человек выносил мусор, и, а что-то там пищит, а может мыши, а может крысы. Знаете, вот таким образом, собственно, я был найден на этой куче. И, конечно, жизнь прошла по детдомам, интернатам, и когда тебе свидетельство о рождении, просто жирные прочерки, вот, я считал, что мир колючий, жестокий, несправедливый, да я и сам был там, как ежик такой, вот, колючий, вот. И я мечтал, что если когда-нибудь я вырасту, если я вырасту, то я этих отбитчиков приловлю, я им всем так надаю. Я считал, что счастье, это когда ты умеешь стать сдачей, счастье, когда ты умеешь постоять за себя, вот. И, ну, вот такое, вот, у меня мальчишеское желание было быть сильным, очень сильным, вот, потому что была цель такая, вот, переловить всех этих отбитчиков своих. И получилось так, что где-то я воспитывался в Гайсинской школе интернет, это есть на Винницкой области, вот это Гайсин, такой райцентр на Украине. И у нас там было вообще-то где-то сирот, наверное, начало 800, ну, а в пятом классе, помню, когда я учился где-то в пятом классе, я услышал, что в городе открылась секция по самбо. И, конечно, я пошел туда заниматься, потому что я же мечтаю быть, ну, таким сильным, это же прием, это то, о чем я мечтаю, чего я хочу. Вот, я помню, я пришел, конечно, мне тренер пинками, ну, а ну, брысь отсюда инкубаторский, ну, такое, знаете, мы были в одинаковых костюмчиках, заморыши, он меня вышвировал. Но я лез в окна, я кричал, вы не имеете право, я такой, знаешь, и он видит, что от меня никак не избавится, да, сейчас бы сказали, вот такой целеустровленный, да, вот такой, у меня был настырный, так это так, знаешь, нет, я все равно, я лез через окна, он мне так... И он мне взял на эти тренировки, ну, решил мне там сделать такую нагрузку, чтобы я сбежал, не выдержал, а мне очень понравилось, вот, и я очень полюбил спорт, я с самбо перешел на джидон, я 17 лет был кандидат, 20 лет уже был в массе спорта. И это еще такие молодые годы, это 70-е годы, вот я сборная Украины, у меня нос задирается такой, хоть провода поднимай, чтобы замыкания не было, вот, я такой максималист, я считаю, что дайте мне точку опоры, я эту всю землю переверну, в общем, было такое в отчасти интересное время, вот, потому что я стремился, как говорится, к олимпийским наградам. Ну, и тут в моей жизни, помню, в 74-м году, в 74-м году, я молодой парень, мне 24 года, нет, 24, 21 год, вот, и между Советским Союзом и Кубой тогда были такие дружественные отношения, если кто-то постарше помнит Советского Союза, я думаю, это был такой очень интересный период, когда Фидель Кастр приезжал в Советский Союз, вот, и, ну, на Кубе были же эти советские ракетные установки, и старались, ну, как бы сказать, вот, Куба, это как плацдарм под боком Америки, да? И в 74-м году я участвовал в молодежном фестивале в Гаване, хорошо принялись, все замечательно, ну, я как спортсмен, как борец, я боролся, я их там, конечно, не уступил никому, хотя бы мне подсказывали, там, мол, давай, вот, и уступил, но я такой был, что как-то уступать? Не уступал, и на сам Фидель Кастр, кстати, награждал этими медальками, вот, я так вспоминаю, тогда, знаете, стою, и, ну, и он так, ну, руки пожимает, там, дает эту дипломчики такие, да, и медальки надевает, а я на него глянул, а мне показалось, что у него борода приклеена, и я думаю, ну, зачем ты бороду клеишь, да, вроде такой мужик такой, все, представительный, вот, бороду клеишь, вот, и я думаю, сейчас я тебя опозорю, и когда он мне эту медальку надевал, я его за бороду и вниз, а мне оказывается, борода настоящая, вот, и хочу сказать, что в тот момент я похолодел от ужаса, потому что у него же охрана, у него секуриты, и я не знаю, что, вроде, ничего на руках не было, но они так встряхнули, и я похолодел от ужаса, потому что со всех сторон на меня смотрели вот эти автоматы просто, и он понял мою глупость, он улыбнулся, он ручки помахал, вот, и они эти автоматы попрятали, потом они мне щупали, говорят, ты невероятно счастливый человек, если бы командор не улыбнулся там, вот, так мы сверху и то сделали, ну, я думаю, что это Бог меня берет, потому что я его не знал, но я не имею ни капельки сомнений в том, что Бог меня знал, хорошо знал, вот, вот, поэтому, вот, и это его милость была в том, что я не был там просто сделан решетом, и еще в 74-м году я вернулся в Советский Союз, вот, я еще должен был лететь на одни там соревнования на Урал, там, в Свердловск, ну, и по дороге аэропорт я попал в автомобильную катастрофу, но есть такая версия, что водитель выехал на встречу, на встречу, ну, получилось столкновение, его насмерть, а меня в машине смело, вот, по сути, это был конец моей спортивной карьеры, но еще было, помню, когда я лежал там, вот, не мог ни пошевелинуться, ни вдохнуть, ни выдохнуть, и когда скорая помощь приехала, то врач сказал, что, ну, это мешок с костями, мы его до больницы не довезем, вот, а у него был мальчишка, санитар, который говорит, так все-таки у него пульс прощупывается, давайте мы его заберем в больницу, ну, он говорит, да, все равно же не довезете, везите хоть куда угодно, ну, одни шлом с этой машины там растянули, мне вытянули оттуда, 8 месяцев мне оперировали, вот, я сейчас, ну, вот, эти, ну, на капроны там шивали, там, все растягивали, вот, и, и что обидно было, что казалось бы, у меня море друзей, но за это, за это время я не видел ни одного друга возле своей кровати, поэтому у меня даже четверхстишее такое есть, друзья, как много вас, когда стоишь чуть-чуть повыше, но самый горький час, может, даже голос не услышишь, это реалия этого мира, вот, и я помню, лежал в этой больнице, смотрел на это синее небо и кричал, Бог, ты несправедливый, я без пяти минут олимпийский чемпион, а теперь я тут развалена, и я никому не нужен, ну, конечно, и нас-то, когда я в дедоме учился, нас учили выпускницы своего счастья, я думаю, что-то внутри бунтовало, что надо как-то выкарабкиваться, что, хотя бы, если бы ли, а стоит ли, а кому ты нужен, знаете, вот такое, ну, и, вот, я иногда привожу такой пример, что дома у меня есть такая картиночка, где цапля глотает лягушку, цапка глотает лягушку, лягушка в клюве этой цапли, а лапками держит ее за горло и не дает себя проглотить, и у меня на этой картиночке написано, никогда, никогда, никогда не сдавайся, знаете, вот так, она меня вдохновляет очень, это, эта картинка, вот, потому что иногда приходишь выжатый, уставший, думаешь, думаешь, хватит с меня, но только глянешь на эту картиночку, никогда, никогда не сдавайся, я думаю, что-то от этой лягушки было, надо было цепляться, цепляться за жизнь, бороться, ну, и я что могу сказать, в 75-м году, через год после аварии, ну, я решил поступать куда-то, я пришел к такой мысли, что если у меня будет диплом, то я сумею себе как-то увереннее, ну, чувствовать в этой жизни, завоевать себе место под солнышком, ну, такие были мысли, ну, и через год я подаю документы в Киевский университет, на удивление, хорошо сдал экзамены, а поскольку кукуруза сирота, поскольку там прошлый ведущий спортсмен, после собеседования в деканате я был зачислен в этот университет, и я хочу сказать, что я учился неплохо, я получал повышенную стипендию, я на красный диплом тянул, и закончил я университет успешно, но помнится, что где-то, когда я заканчивал университет, мне в голову стали приходить такие, казалось бы, безобидные мысли, вот, ну, чего ради ты живешь, какой смысл твоей жизни, и, конечно, сегодня, как верующий человек, как пастор церкви, я могу однозначно сказать, что без Библии, без Бога, без слова, без веры, ты не сможешь дать ответ на этот вопрос, вот, и я, размышляя над смыслом своей жизни, я пришел к той мысли, что жизнь одна, вот, и чтобы жизнь прожить свое удовольствие, ну, для этого надо иметь достаточно маны-маны-маны, то есть, как говорили, счастье не в деньгах, а их количестве, и так получилось, что по окончании университета я познакомился со своей женой, кстати, она до сегодняшнего дня моя жена, она работала на полиграфтинге, это была большая книжная фабрика, вот, и я, когда приходил на эту фабрику, то меня, например, заинтересовала, ну, такая, ну, как бы, а как можно делать иллюстрации, а какова технология, как к тематике готовится, одним словом, я загорелся желанием, как бы своей зарплате делать еще добавочку, и я решил заняться полиграфией в домашних условиях, ну, потому что в советское время, когда говорили, а чтобы ты жил на одну зарплату, оно звучало как проклятие, да, мы как-то плетились, вертелись, ну, и, казалось бы, такое безобидное увлечение вот этой полиграфией, я печатал сразу книжные талоны, потом раз, ну, а потом мне заинтересовало, могу ли я делать водяные знаки, и я научился имитировать эти водяные знаки, а потом, когда я взял 25-рублевую купюру, были такие, ну, сейчас глянусь, у меня где-то образец есть, там, может быть, вот покажу, да, были когда-то, вот, и когда я взял, попробовал, попробовал сделать вот эту купюру, и она у меня, кстати, с первой получилась настолько, ну, сейчас это я, по-моему, в библии вложил, как образец иногда, вот, чтобы, а, вот, помните, вот такие вот были, вот, такие, а, то вверх ногами я их держу, вот такие были купюры, я когда взял такую четвертную бумажку, я ее прокатал, и она мне получилась идеальна, настолько идеальна, что прямо с первой купюры она мне получилась, ну, просто супер, вот, и, ну, я, ну, что сказать, три с половиной года печатал, три с половиной года печатал эти деньги, где-то по сознанию считал, что я умею жить, что я такой способный, я умею, я вот так-то, ну, вот, а, по сути, я хочу сказать, эти годы, когда печатал деньги, они мне, увы, не сделали счастливыми, я хочу, действительно, если кто-то меня слушает, убедить человека в том, что, что грех он не делает чека счастливым, вот, ну, и тогда, те годы, когда я печатал эти деньги, вот, и я тоже от каждого шороха, от каждого шороха, знаете, думаю, сейчас уже милиции окружили, вот, и Саламатевец Давид, он говорит, что в 18-м Саламе такие вот слова, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим, то есть, прежде страдания моего я заблуждался, но не имя твое слабо, одним словом, в 18-м году взяли человека, хотели дать ему заработать, ну, и взять его на сбыт этих денег, вот, а он начал своих друзей угощать, там, каждому, там, ну, за стакан пива, за стакан вина, он там расплачивается четвертым, ему говорят, Вова, у тебя же есть, вот, нормальные деньги, вот, то есть, ну, мелкие деньги, зачем ты за каждый стакан расплачиваешься четвертым, он говорит, там, у меня друзья, у них свой монетный двор, до них, там, вот, одним словом, его взяли за шиворот, у нас все, на каких машинах ездим, где бываем, одним словом, в 85-м году, в июне месяце, я поехал на море, черное, и там, собственно, на это море, я был арестован, вот, подошли утречком на пляже, показали удостоверение, сказали во всесузном розыске, ну, и вечером он же был в Лукьяновской тюрьме, как говорится, деда Лукьяна, вот, и, конечно, это был шок такой, это было такое потрясение, вчера чайки, море, все хорошо, а теперь тут кислый запах и решетки, по сути, все приварено, ты находишься в туалете, эту еду, которую тебе дают, не то, что смотреть, не то, что кушать, смотреть не хочется, вот, и Верховный суд нас судил, я помню, когда у нас была следственная группа, комитет госбезопасности, да, все там полковники, там, таким, сами, там, майор был такой у нас в этой группе, а то все такие, как бы, так они, когда на камеру снимали процесс изготовления этой купюры, они вообще-то были, они были в восторге, они говорят, слушайте, Виктор Иванович, вам вообще надо Нобелевскую премию, ну, то они так думали, а, конечно, Верховный суд думал совершенно иначе, судил нас в Верховный суд, на чекистом 4 в Киеве, вот, и прокурору требовал расстрел, статья была подрасстрелена, от 10 лет до высшей меры наказания, и я хочу вам сказать, бы расстреляли бы, да, однозначно, потому что, когда спрашивали, сколько бы их там напечатали, какой-то учет ввели, какой учет, сколько надо, столько печатали, вот, а с банка было выловлено где-то около полтора миллиона рублей, на наших рублей, и они в один голос говорили, вы не жрецы, вы, ну, хорошие ребята, если бы, что, разные номера били, там, наверное, не скоро бы вас задавали, вас бы так, просто, что на каждой купюре был один и тот же номер, в принципе, кто на эти номера обращает внимание, вот, кроме банка, вот так, все, человек посмотрел, ага, звездочки есть, там, все, Ленин без кашкета, все нормально, что ему там, что ему отволновать, и достоинство купюры, что ты можешь за нее купить, вот, ну, а если вы помните, эти годы, 85-86 год, это тогда Горбачев пришел к власти, началась эта пресловутая перестройка, и я на сегодняшний день, я глубоко обижен, что там Бог устроил эту перестройку ради фальшимонетчика Сикорского, это я в этом даже ни капельки не сомневаюсь, это Бог устроил эту перестройку, чтобы не расстреляли, да, вот прокурор требовал расстрел, мне даже книжечка так написана, точка, нет, запятая, то есть прокурор ставил большую жирную точку, но был тот, который с этой точки сделал запятую, вот, и нас, я хочу сказать, никого не расстреляли, ну, в свете этих перестройки, там, гуманизация, моратория на смертную казнь, вот, не расстреляли, но я получил 14 лет, это уже впоследствии, мне там уже были 4 года срезали, мне было 10 лет бесправо на амнистию, бесправо на помилование, ну, я считал, что я ни за что сижу, вот, что я хороший человек, я помогал государству выпускать денежную массу, мне вообще надо орган, мне надо пригласить этот эксперт, я хороший человек, я мечтал о том, что если когда-нибудь каким-то чудом, если я вырвусь на волю, я буду печатать деньги, я буду их разбрасывать, ну, зачем что-то работать, да, вот такие мне были планы, вот эту экономику порвать клочья, вот, ну, а у Бога, я убежден, были другие планы. В 89-м году, это где-то на 94-м году моего заключения, вот, а я как бы, ну, в тюрьме, я вообще так дедомовский, это такое с обостренным чувством справедливости и все, и, конечно, как спортсмен, я тренировал ребят, которые хотели уметь там делать болевые, удушающие, там, захваты, там, приемы, все, спарринги провожу, вот, живу себе, как бы, образно говоря, по тюрьмным нормам, ну, сравнительно нормально, вот, один из моих подельников, которых удалось отмазать, есть такое выражение, то есть не получил ни сроку, он мне подогревал очень хорошо, если надо на кого-то посылки, если надо там, что мне выписать, передать, ну, вот это я так, правда, когда уверовал, я от этих его услуг отказался, ну, ну, а то, как живу себе, а в 89-м году к нам в тюрьму приехала группа верующих, приехала группа верующих, ну, таким песенным благовестием, знаете, как тюрьма 1500 человек, это август, месяц, жара такая невероятная, просто сильная жара была, вот, и говорят, там какие-то христосики приехали, ну, в смысле верующие, а где они будут, а кинотеатр Снежинка, кинотеатр Снежинка, это были лавочки под открытым небом, ну, мы рванули туда, вот, нам было интересно увидеть, там, говорят, много девочек, они такие, знаешь, там, красивые все, с инструментами, ну, такой был возле штаба выступ, и они с этими инструментами там, они расположились, очень красиво пели, играли, это, ну, я, я даже, вот, знаете, вот, я в нотах не очень-то разбираюсь, но если красиво, это красиво, очень красиво, я думал, где-то филармонии наняли, хорошо заплатили, стараются, ну, я-то понимаю, они это старались, по сути, для Христа, для Господа, а их там, ну, братья, они говорили слово там о том, что вот, вот, о распятии Иисуса Христа, что первого того Господь вел Царствие Небесное, это был такой, говорит, преступник, разбойник, как вы, вот, и когда он обратился к нему, он сказал, ныне ты будешь со мной в раю, я хочу сказать, я их слушал, и я думал, что это больные люди, что за место под солнцем надо зубами, руками, ногами драться, а они тут вот такое рассказывают, вот, глупости такие, ну, когда они поднимали Слово Божие, они говорят, вот Бог говорит, вот Библия говорит, ну, я хочу сказать, мне заело то, мне захотелось эту книжечку все-таки проштубировать, прочитать, я выпросил у них Новый Завет, выпросил Новый Завет, ну, я там вкратце рассказываю, потому что их-то предупредили, что если заключенные будут вас что-нибудь просить, без вашего разрешения ничего не давайте, вот, и как раз замполит, я помню, подошел, и он, этот верующий, говорит, можно мы дадим этому заключенному Слово Божье, а этот замполит, говорит, там был майор Тарасенко, такой, говорит, кому, Сикорский, вот это ж потерянный, вы ему хоть 10 давайте, бесполезно, но его убьют или зарежут, так и не освобождаются. Ну, я говорю, не надо мне 10, не одну, и он мне дал этот Новый Завет, с условием таким, что ты пообещаешь, что и прочитаешь с первого века до последней точки, я сказал, можешь не переживать, мне сроку хватает, очень внимательно прочитаю, и он мне сказал, это, эту книгу надо читать с молитвой, то есть, прежде чем ты откроешь эту книжечку, ты помолись, скажи, Господи, вразуми меня, открой глаза моего сердца, то есть, ты обещаешь, я думаю, ну, не помещай, заберет, сам решил, ничего, ничего, ребята, в следующий раз вы приедете, и от вашей философии я же не оставлю камень на камне, вот такие у меня были, как бы, ну, желания вот с ними поспорить и доказать, что они состоят ни с того, на что они уповают. Конечно, они после своего этого благовестия или концерта, вот они их вывели, все, тюрьма, из тюрьмы, 24 часа на глазах, вот, я помню, вышел вечером, ну, после отбоя в коридор глянул, никого нет, достал это евангелие, открываю, вот, значит, помолился, да, да, помню, помолился, я говорил, Господи, я не знаю, это там есть или нет, я тому типу пообещал, вот такая молитва была, ты мне тут должен что-то открывать, давай, открываю, вот такое, вот, и читаю, там, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, думаю, что такое мужики рожают, вот такое мне это, даже как-то так, вроде, женщины, вроде бабы должны рожать, а тут вот, ничего себе, мужик рожает, там, Авраам родил Исаак, одно слово стал описывать, какие, как бы, я считал компроматы, чтобы тогда, когда они приедут с ними поговорить на равных, но что, что интересно, что, когда я прочитал это слово Божие, я мало что понял, что я понял, но я понял одну истину, очень важную истину, что я неправильно живу, что я не так живу, что, оказывается, Иисус – это реальная личность, но такое передать, например, сейчас вот то, что было тогда в моем сердце, наверное, очень сложно, потому что я хожу, мои мысли вокруг Иисуса Христа, я кушаю мысли вокруг Иисуса Христа, я ложусь спать, ность вокруг Иисуса Христа, и я помню, у меня такое было чувствование, когда я посмотрел на себя как бы со стороны, глазами Христа, я посмотрел на себя, и когда я просмотрел на себя его глазами, я понял, что куда-нибудь книгни, ничего хорошего нету, вот, и я прекрасно понимал, что если моя жизнь прервется, то я буду, то я буду в аду, вот такое, это что-то, и я начал снова пересчитывать этот Евангелие, но я хочу сказать, что я уже его читал не мозгами, а я его читал сердцем, мне было, господи, а что делать, должен быть какой-то выход с этого состояния, с этого положения, ну, потому что, знаете, как мысли все заполнены были им, ну, и для меня, например, откровенно говоря, было открытие, что Иисус это историческая личность, вот, и все, вот, а не выдумка, как я до этого считал, что это просто христианская мифология, вот, и 10 сентября 89-го года, ну, конечно, там события, ну, тюрьма есть тюрьма, например, тюрьма, драки, это нормальное явление, это для нас, например, драки, это дикость какая-то, да, в тюрьме, а тюрьме это нормальное явление, вот, два заключенных подрали с ним же с собой, один на другого сказал, ах, ты, баба, знаете, тот за швабру, как огорел его по голове, и все, и тот больше не встал, говорят, ты зачем убил человека, а что вы не слышали, на меня баба сказал, что ему баба, и когда ты понимаешь, что жизнь человека, она, ну, действительно, как слово Божие говорит, пар на короткое время, да, и ты можешь в любой, и твоя жизнь может прерваться в любой момент, в любую минуту, вот, а весь вопрос не в том, где ты будешь, да, когда твоя жизнь закончится, да, и я понял, что надо каяться, потому что тоже тут моя жизнь может прерваться в любой момент, где я буду, и 10 сентября, я помню, я вышел за барак, вот, я придумал Богу такую речь, я ему скажу, что если бы там, ну, не мусор, если бы так, ну, не это самое, то я бы и вообще бы и мухи не обидел, но вся суть в том, что Бог, он же не прокурор, во многих церквях даже написано, Бог есть любовь, вот, такое, это его сущность, вот, читаю Слово Божие, сегодня разрушая даже, вот, тут, с семьей и родственниками этого брата Саши, в котором я нахожусь, сегодня такое домашнее служение у нас было, я им говорил о этой любви Божьей, вот, и я помню, я встал на колени, я поднял глаза к небу, я когда глянул на небо, я вообще такого неба не видел, темно-синий барц, и кто-то разбросал к вершине алмазов, и я, вот, те, ну, ту речь, которую я ему придумал, такое ощущение, как кто-то просто эту, как пыль раздул, и я когда глянул на это небо, звезды, и я помню эти мысли, Господи, неужели-то Ты, Ты, вот, сотворивший всю эту вселенную, неужели для Тебя что-то, что-то значил, это было такое, я очень благодарен Богу, что Он мне дал вот это понимание, чувствование, и эти слова, которые я там придумал, они мне вообще поразлетались, и я лепетал, как дитё, и говорю, Господи, и вот, неужели я песиночка, какой-то там отброс общества, неужели для Тебя что-то значил, и вот это, что я выписывал, оно проговаривало в моём сердце, что, и я беру на себе смелость заявлять, что Господь, Он проговаривал тогда в моём сердце, я за Тебя пошёл на крест, я за Тебя дал свою жизнь, я никогда не плакал, но в эту ночь мне просто слёзы струились, и не знаю, как рыть. Я их просто выразмазывал по лицу и лепетал, что с этой минуты, с этой секунды моя жизнь принадлежит Тебе и только Тебе, если смех, готов я и смех принять в Твоих рук. Вот такое было. Я потом уже как-то помню последствии, я как-то вспоминал, я думаю, Господи, когда я последний раз плакал, потому что последний раз я плакал, когда я был в первом классе. В первом классе нам, детям выдали, были звёздочки такие октябрьские. Вот всем выдали звёздочки, мне не выдали, я помните, звёздочки всех позабирал, себе их понацеплял. Я такой был звёздным, у меня звёзды были и на пиджаке, и на плечах, и на штанах, где их только не было. И тогда, когда воспитатель зашёл в класс и увидел меня такого звёздного, он мне тогда как вцепился за шею, говорит, ты что, Ленина оскорбил, знаешь, вот так, у меня аллергия на Ленина до сих пор. И меня так на вытянутой руке через весь этот коридор нёс, швырнул меня в убывальнике, ножки от стула, такие были деревянные стулья. Так лопашил меня, что я был синий, там три недели окровавленный, только дверь открывали, смотри, живучее какое. И вот тогда я последний раз плакал, больше я не плакал, и хочу сказать, что вот это 10 сентября, там за бараком, у меня слёзы, и вот это, и Бог не тоже коснулся моего сердца, но вошёл в мою жизнь, да, и я убеждён, что я стал с этих колен, я уже стал другим человеком, мне казалось, я там подпрыгнула бы, наверное, какие звёзды допрыгнула бы. Вот. И с этого момента Бог развернул мою жизнь на 180 градусов. И, конечно, когда Бог входит в сердце человека, ну, ты не можешь быть таким, каким ты был. Я вот так, знаете, некоторые люди меня удивляют. Вот, я пришёл к Богу, а я смотрю, жизнь не меняется, каким ты был, такой ты есть, и никаких вот это сдвигов нет. Значит, ты лукавишь. Слово Божье говорит, ты лукавишь, ты лукавишь, искренне, искренне. Поэтому я так благодарен Богу, что он пошёл в мою жизнь, изменил. Прямо вот так, я не знаю, на второй день, когда ещё объявили подъём, я выскочил на середину барака и кричал. Я говорю, мужики, я хочу сделать объявку. Вот даже меня никто не, ну, и не думал ничего. И какая сила меня заставила это кричать. Я говорю, тихо-тихо, что-то Сикорский хочет сказать, наверное, что-то важное. Я поднял руки, говорю, видите эти руки, эти руки принадлежат Иисусу Христу. Я сегодня ночью покаялся. Я христианин, Иисус в моём сердце. Я никогда не забуду вот эту тишину. Такая тишина прям звенящая. Мне кажется, с момента построения этого барака ещё такой толстый fill commodity не было. Знаете? И на меня вот так сто сорок человек наш такой барак был большой. Точно 80 человек. Где-то так вот, глаза вот такие, рот открытый. И все на меня смотрят. И мухи как мистери Шмидт, Кум Як! М... А же, так слышно вот! А потом, как поговорили в один голос, вот видите крыша поехала, был нормальный человек, кто Библию читает, крыша едет, другие говорят. Так у него всё таки, знаете, ну, под вышкой находятся, Знаете, замкнуло, перемкнуло. Третьи говорят, а что, Василий Корска, вы не знаете, у нас полоборота заводится, пройдет как насмышка. Я хочу сказать, слава Богу, до сих пор не проходит. И у меня было такое осознание, что вот эта тюрьма, где я нахожусь, вот там, где вышки, там по углам, а тогда по периметру, вот это мне все Бог дал, чтобы я каждому человеку рассказал об Иисусе Христе. Ну, конечно, мне перекидывали с одного лагеря в другой лагерь. Конечно, это была школа Христова. Господь учил, Господь наставлял, Господь мне открывался, делал ошибки, сделал всякие, знаете, вот так. Ну, когда я, допустим, евангелизировал, я подхожу к человеку, говорю, ты понимаешь, ну, Иисус приходил в этот мир. Ну и шо? Как, ну и шо? Ну, он же на Голгоху пошел за тебя. Ну и шо? Как, ну и шо? Он же жизнь за тебя дал. Ну и шо? Я как лупану его. Ты что дерешься? А что ты шокаешь? Тут казаться надо, а ты шокаешь. Конечно, так не евангелизирует. Ну, я как вспомню, вот таким. Но нас, я помню, за какой-то месяц уже собиралось до 40 человек, и мы читали, мы пытались молиться, что-то петь, что-то так, знаете, какие-то служения проводить. Вот, и это все было такое, вот, где Господь наставлял, и вразумлял, и проще. Вот, перекидывали с одного лагеря в другой лагерь. Я освобождался, когда из Днепропетровской области, Макорка там, то я когда туда освобождался, насобирался уже до 150 человек, вот так. А помню, туда мне привезли, я вообще ни одного человека верующего не мог найти. Я помню, ну, знаете, когда ты верующий человек, то у тебя есть желание найти родственную душу. Знаете, вот так. Я 12 барахов оббежал, я не мог ни одного верующего найти. Я помню, как на другой день меня прямо вызывают к начальнику тюрьмы. У нас там был Владимир Романович, такой полковник, помидор такой, гу-гу, там такое, меня шестерых сложить надо. И он так, я помню, меня к нему вызывают на второй день, и он там кулаком по столу, аж подпрыгнуло, и он мне там говорит, что ты мне тут агитацию за Бога разводишь? Да я таких как ты этими руками душил, душил, они тут пикнуть боялись. Ходи себе по уголам, знаешь, там своему Богу молись, а будешь мне тут агитацию разносить про своего Бога, я тебе уколю и спешу тебе по сердечной недостаточности. Ну, то есть дает помнить, что я могу тебе уколоть, и ты просто на свободу никогда не выйдешь. Вот. И я смотрю на него, и говорю, вы что хвалитесь тем, что у вас руки по локтям крови, я еще удивляюсь, что у вас дыхание под назрями. Как он там, ты аж как, я не привык, что ему какой-то заключенный будет там перечить. И мы вокруг стола бегаем, там стол какой-то такой. Он старается с этого стола мне что-то запустить, я уворачиваюсь от этого, этих вещей, и стараюсь ему Евангелие рассказать, что если я умру, я же буду на небесах, а вы же умрете, живуете это в аду, вам надо каяться, простите Бога прощения. Он рачит, что медведь. Тут другие офицеры вырываются, и он так остановился, знаете, он такой, послушайте этого Христосика. Я говорю, спасибо, Владимир Романович, Бог не смотрит на погоны, Бог не смотрит на бирочку, он отсюда, знаете, вот так. Я хотел ему сказать, что Бог смотрит на сердце, вот так. Ну и тем не менее, я когда оттуда освобождался, нас уже собиралось до 150 тысяч человек. Я сейчас готовлю такой вот, сейчас даже пользуюсь возможностью, я тут еще тоже занимаюсь вот этой немножко литературной практикой, то есть на время есть, Бог дает такие возможности. у меня макет книги Бог, он есть. И в этой книге будет цикл рассказов, что Бог делал моей жизнью. То есть, ну, как бы мой духовный опыт. Я думаю, много страниц, они будут посвящены именно даже этой тюрьме Маккорта, там этими офицерам, потому что Бог и среди офицеров тоже делал свою работу. У нас был ДПНК, дежурный помощь в начальной колонии, майор, такой, Бакашуба. Представьте себе, он приходит на молитвенную комнату, швыряет свою шинель, и мы заключенные вместе с ним стоим на этой шинели и просим у Бога, чтобы у него на смене все было хорошо, чтобы не было никаких инцидентов. Что, разве это не чудо? Это чудо. Человек, который там жуть наводил там на всех, но уверовал, и Бог изменил его, его судьбу. Поэтому наш Бог, это Бог чудес, это невероятный Господь. Но, знаете, когда мне сказали с вещами на выход, то есть на освобождение, конечно, я этого Владимира Романовича, наверное, удивил очень. Потому что я когда пришел к нему и говорил, Владимир Романович, добавьте мне еще пару месяцев. Он говорит, каких пару месяцев? Я говорю, думаю, еще там библейские тщения не закончили. Владимир Романович, у нас еще вот работы много на санчасти, мы христинизировали были всю санчасть, чтобы все, ну, там, верующие были, там, смотрели за больными, столовую, чтобы такое движение не шло такое серьезное просто. Вот. Он на меня смотрел, и за 20 лет службы первый раз такого больного вижу. Таких пару месяцев. Я, знаете, вот, конечно, конечно, когда я освобождался, многие говорили, а, здесь он такой выйдет, потеряется. Ну, конечно, искушений много на свободе, но от выбора, который делает человек. Вот я сделал в своей жизни выбор, Господи, за тобой, только за тобой, и только за тобой. Написано, я не был праведника с протянутой рукой. Вот. И еще там есть пророка Исаии, в шестой главе, там есть история, когда он пошел в храм помолиться, да, он увидел шехину в дни старая Озия там сверти, да, и он увидел эту шехину, славу, и он там закричал, горе мне, смерть, и тогда один из херувимов прижег ему в уста, когда Бог остается, человек, он его очищает, да, и там немножко написано, кто пойдет за нас, да, вот, и что ответил тогда пророк, если вы помните, да, в 8-м он говорит, вот я, пошли меня, вот это девиз моего, или кредо, моего служения, вот я, Господь, используй меня, где я могу быть для тебя полезным. Конечно, я приехал в Киев, до этого еще никогда не был в церкви, и, конечно, когда я первый раз был в церкви, тоже ко мне так, стой там, иди сюда, и вот это рассказывать, наверное, было бы, просто время немного возьму, но я хочу просто поделиться с тем, что Бог сделал в моей семье. Кстати, когда меня арестовали и судили, Верховный суд судил, и у нас была полная конфискация, ну, это страшное слово, конфискация, когда все выгребли, мы уже дно выбросили на улицу, и она по общежитиям, по квартирам, и она говорит, если я кого-то в этой жизни ненавидела, всеми фибрами своей души, да это тебя, если я могла бы вытереть тебя своей памяти, вытерла бы три секунды, и представьте, через 10 лет я нажимаю кнопку, открывается дверь, она только-только получила квартиру, после своих долгих метарств, она получила квартиру на Позняках, вот это была окраина Киева, вот сейчас она уже разрослась, это окраина очень, вот, и она меня только увидела, первые ее слова были такие, ты что себе приперся, ну, то есть, что ты сюда пришел, я говорю, Людочка, я другой человек, я христианин, она говорит, что мне, что тут монаха дома не хватало, с тюрьмы нормальные не приходят, она права, с тюрьмы не всегда приходят нормальные, и потому, что мои глубочайшие убеждения, что никакие сроками рожены, не ужесточения, они не в состоянии изменить себя, ты изменить себя, ты можешь только Бог, только, только Бог, вот, и, вот, и я говорю, что, да, она сказала, мне еще монаха не хватало, когда я сказал, что я христианин, вот, и я, никто же меня родительских прав не лишил, давай хоть, ну, до утра, вот так, я помню, кинула мне какое-то пальто, вот, но тем не менее, я хочу сказать, знаете, вот так, были такие напряженные отношения, она не хотела меня слушать, не хотела им читать Слово Божие, не в церковь ходить, вообще, она считала, что у меня с головой ненормально, и еще, что, вот, ну, 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 а Бог сделал свою, конечно, работу, она хотела как-то меня поймать, что я там по Библии поступаю, и дочиталась до того, что, мой дом дома молитвы назовется, такая, вот, и ее заинтересовало, а куда я хожу, а что я делаю, ну, и однажды она все-таки пошла со мною в церковь, просто посмотреть, там, вот, как мы в жертву приносим, как мы там кровь пьем, да, вот такие были, наверное, я живой не сдамся, не дамся, здесь там будут нападать, вот такие мысли были, думала, что мы так, вот, такие там, вот, когда она пришла в церковь, и услышала служение, и более того, она увидела там своих знакомых, вот, и с тех пор, она до сих пор, вот, она ходит в церковь, она любит Бога, Бог дал ей покаяние, и крещение она принимала, и на мой лучший помощник, вот, и если так открыть дверь, прямо над зеркалом висит, в этом доме хозяин Господь, воздайте ему хвалу, ну, и, конечно, вот, поскольку Бог меня нашел в этих отчаянных местах, что я и занимаюсь этим терренным служением, вот, уже епископ этого служения на сегодняшний день координирует это служение, вот, сейчас Олег, тут у нас тоже, да, вот, есть, он тоже так, мы с ним даже в Запорожье, вот, делали тоже служение там, среди пожизненных, вот, делали крещение там, и все, вот, и, ну, мои обязанности, или как, я понимаю, как от Бога, вот, повеление, ну, чтобы каждый заключенный мог иметь Слово Божие, чтобы служителям, вот, верующим людям не было препятствий для общения с этими верующими, сейчас, хочу сказать, как никогда на Украине, Бог раскрыл нам эти тюрьмы, министерство юстиции по потенциальной системе, мне говорят, вы хорошее дело делаете, мы на вашей стороне, если какие-то там проблемы, препятствия, пожалуйста, обращайтесь, мы с удовольствием, мы поможем вам, ну, действительно, они там, если, бывает так, и ты приходишь где-то в тюрьму, а с тебя там, там, трассу хотят, цемента там, где-то несколько тонн, там, еще шифра какого-то, там, или досок каких-то, ну, мы же не заубазами, мы же этими, вот, и мы же со Словом Божьим, так, в принципе, такого сейчас хамства нету, вот, ну, охватить их всех, есть большое, собственно, желание, вот, и, конечно, сейчас у нас, ну, сложно, потому что, я тут ездил по американским тюрьмам, вот, конечно, в Америке тюрьмы, тут и капелланы, они имеют и поддержку государственную, они имеют там льготы много, и возможностей у них гораздо больше, чем, собственно, у нас, у нас на чистом энтузиазме, вот, и тут нету, чтобы так кто-то получал какую-то зарплату, вот, и все, это все, ну, пытаясь, вот, с концы, с концами, вот так свести, чтобы можно было ездить по тюрьмам, проводить это служение, вот, мотивировать церкви, впрочем, вот, хотя сейчас немножко сложновато у нас на Украине, и с этими, и с ценой, что растут, и, и зарплаты не очень-то, поэтому не очень-то разбежишься, поэтому, собственно, и приехал я сюда, чтобы как-то конференцию провести, немножко собрать этих средств, вот, и взял с собой вот эти, точка, нет, запятая, вот такое, вот, еще осталось-то где-то, наверное, штук 30 этих книжечек, вот такое, вот это такая поездка, ну, а тут еще, ну, видите, с этим коронавирусом, не получается вернуться вовремя, ну, в принципе, это я уже по, по этому, как его, ну, через технику это переговорил, чтобы так мы где-то на лучшие времена перенесли эту конференцию. Там сейчас тоже карантин на Украине, там нельзя и собраться. Да, да, сейчас до третьего, сейчас вообще метро закрыли, все закрыли, тюрьмы закрыли, сказали сейчас, даже, даже если кто-то на свиданку приезжает, и тем даже запрещают, вот это пока, до 24-го, а там, ну, будет еще видно, как оно будет продвигаться, вот это все. Ну, такие сложности есть, вот такое, поэтому, что я хочу сказать, знаете, вот здесь и так взять, подрезумировать все это, конечно, я хотел быть счастливым человеком, конечно, искал это счастье и в бицепсах, я искал его и в дипломах, я искал его там и в деньгах, вот это, я хочу сказать, даже настоящие деньги, они вряд ли делают счастливым, счастливым я сделал Господь, поэтому при всех каких-то, чтобы не было в моей жизни, я счастлив в том, что Иисус в моем сердце, вот, я имею это, это служение, и, как вначале я говорил о том, что, меня нашли на мусорке, и эти линии жирные, там, свидетельство о рождении, никуда, они, собственно, не делись, но я сегодня заявляю, везде, где-то есть у меня возможность, я заявляю о том, что я не есть сирота, у меня есть Отец Небесный, вот, я сегодня взываю Ава Отче, вот, и я счастлив в том, что я верующий человек, что у меня такая семья во Христе, братья и сестры, нам этой кровью Христовой, мы сродины этой кровью, поэтому, мое сердце радуется от того, что, у меня вот такая семья замечательная, вот, и у меня есть Господь, и у меня есть цель, вот, чего ради я живу, потому что, действительно, хочу прожить жизнь, жизнь таким образом, чтобы, войти на небеса, услышать от Него, вводи в радость, мой добрый, верный раб, вот, что я хочу, собственно, иду, и пока на дороге к этим небесам, ну, что-то сделать для Царства Небесного, вот, если Бог меня нашел, и сидеть, где-то на печи, и на пузе, там, пальцы крутить, ой, я спасен, и я такой счастливый, и ничего не делать для тех, кто погибает вокруг тебя, ну, это, считай, это цинизм, это мерзость в глазах Божьей, если Бог тебя нашел, Он нашел не для того, чтобы ты валялся на диване, Он тебя нашел для того, чтобы ты был полезен, в домостроительство Его, чтобы тоже помочь многим людям, вот, действительно, обрести эту радость, это счастье, и попасть на небеса, вот такая у меня цель, не знаю, сколько отпущено, но хочу так прожить, чтобы услышать Иисуса, вводи в радость, мой добрый, верный раб, вот, такие мысли, никогда не думал, что буду и стихи писать, а Бог дал уже там писать, и пишешь, и печатают, и выпускают, и уже даже целые сборники выходят там вот такое, ну и слава Богу, чем могу быть полезен в этом, в этом деле, то есть стараюсь это делать, вот так, вкратце рассказал, может, не вкратце, но так, старался, вот, прочитай стих хороший какой-нибудь, какой-нибудь стих, прочитай нам на память хорошую, у тебя есть много хорошего, ну, есть много, да, есть, я когда на встрече была там в этом, вот мы собирались здесь с Олегом, я помню, там читал, по-моему, кого я читал, я читал этого, бедный ослик, да, да, это мне, один брат написал историю, про одного ослика, который попал в яму, и хозяин решил, ну, яму закопать, ну, и осла похоронить, потому что яма пустая там, а что с этого вышло, я написал это стихотворение, бедный ослик, бедный ослик оступился, и в колодец провалился, и кричит, о, горы мне, страшно яме я на дне, помогите, помогите, из могилы извлеките, я еще живой, живой, смилуйтесь надо мной, слышит крик осла хозяин, был ему он друг и барин, но решил, а если толк, и колодец-то глубок, он давно пустой, безводный, для хозяйства непригодный, чего тянуть осла оттуда, зря, не будет чудо, взял лопату, и на тужно слепотой, все это нужно, чтобы яму завалить, и был осла похоронить, в общем, спорится работа, спорится работа, до усталости, до пота, стал хозяин, не поймет, что-то ослик не орет, глядь, а ослик не сачкует, землю под себя отрамбует, так работая ногами, ослик вырос из ямы, тут, мой друг, коносказание, жизнь бросает испытания, грязь летит, как из лопаты, ложь, обиды, компроматы, что же делать, боль, тревога, ты встряхни себе под ноги, пусть метут порой метели, ты же стремись к небесной цели, вот такой ослик, вот так-то, небо люблю, и о небе пишу, вот, я восторг и всем сердцем ликуя, в небеса устремляю свой взгляд, я стремлюсь в ту отчизну святую, где мне сам Иисус будет рад, для Него я так многое значу, за меня на крест вознесен, я заплачу, от счастья заплачу, что от гибели имя спасен, он, я верюсь, ему улыбнется, превращая слезинки в алмаз, и так нежно ко мне прикоснется, что сияние вспыхнет из глаз, я восторг и всем сердцем ликуя, вместе с ангельским хором спою, Аллилуйя Христу, Аллилуйя, за спасенную душу мою. Ну, вот такое.